так добрый день продолжаем разбор игр с главного турнира осени сегодня у меня вестли против шона вестли на 1 тогда уж костюшка а шон катает на двадцатке поэтому смотрим за баланс тогда уж костюшка с пехотой как мы видим пехоту он не набрал да несмотря на то что здесь полно слотов лишнему не надо хотя бы этот мог бы взять из пехоты 1 2 3 4 5 5 слотов 2 стрельца еще стрелец какая-то разница между стрельцами сильная командир и танкодесантник если вы заметите что основные юниты это линейная пехота да вот это сильная ударная пехота а это просто линейная пехота да но специализированные только танкодесы стрельцы стрельцы скм на б много очень много столько он обычно не вызывает никто не вызывает от 30 отрядов на стадии б линейной пехоты очень много далее у нас автоматчики стрельцы свт и обычные стрелки опять линейной пехоты много я бы даже сказал излишне а вот специализированные только один отряд это он такой на стадии c автоматчики могут играть только в бтр а без бтр а в основном это довольно бесполезные юниты вам редко требуется где-то что-то удерживать атаковать они не могут без бтр а в бесполезные поэтому я бы не взял кстати не взял арокусов он саперов не взял две карточки было здесь вот но в принципе пехота сильная довольно собрана неплохо на c у нас карточка т-34 за 45 на а всего 8 танчиков принципе для т-34 это не очень много карточка на б да не взял он т-70 которую я бы взял вместо т-34 для того чтобы сопровождать в принципе на стадии а у него действительно есть ба-10 и 8 т-34 то вполне достаточно плюс смотрите в них еще и су-76 комбата взял огнеметчик взял не игрушек не пулеметов не взял так что у нас здесь у нас здесь потряс немножечко сорокопяток еще немножко сорокопяток зиски и нельзя то вот это хорошая карточка не знаю почему су-85 хорошая карточка вообще не взято я бы засунул вот вместо одной из них по поводу по по 17 не взято взято только 361 к нельзя то вот это вот штука в общем слот двух очковый был принципе что-нибудь выкинуть можно было пехоту слишком много нельзя то катюша которые must have на мой взгляд чего у нас тут м-30 понятно затем собирается артить скорее всего тоже непонятно зачем лучше бы в миномет взял но это мое мнение как всегда хотите слушайте хотите нет так кластерник кластерник три кластерника в принципе ок яков маловато нам на а два самолета обычно ну то есть вполне может хватить а может не ходить на счет того что у него больше нет истребителей то это дико мало юки с бомбами кстати всего два этого мало обычно карточка на б карточка на c это на мой взгляд большая ошибка надо брать на а вот этот вот и лог получается три штуки вот это вот а эту карточку просто отменить и местные взять еще и истребителей ну ладно это если вам так видит топ-1 ранки до конце концов кто я такой чтобы его получать так что у нас здесь у нас здесь нельзя то что тут нельзя то есть вообще нет по моему не да ну тогда в принципе понятно почему не это вот я бы взял вот такой танчик принципе неплохо так рза струппина гренадер дпм фюрер бесполезный и все две линейных пехоты и нет специализированной пехоты в том числе и что струппинах что странно так что у нас здесь у нас здесь штурм пионеры и линейные пехота принципе вполне себе нормальный такой закуп на c2 отряда линейные пехоты то есть видите мы тут специализированные пехоты только вот это на всю деку странно ну это вот парень так видит не взяты слот два очка очень важный смотрите по четверки т34 кина б он их прям уважает похоже что не в мете как можно взять т34 когда рядышком стоит panzer 4h честно говоря тот на сегодняшний день panzer 4h лучше лучше потому что хорошо работает от это четыре он быстрый больше брони да и поэтому он может немножко сильнее там поддерживать пехоту но по полезности да и тут больше ничего не да тут у нас только их сталин и элитные троечки странно очень странно набрана танковой вкладкой огнеметчики ревки вот этими танками он будет тоже поддерживать пехоту смотрите на б две карточки поддерживать пехоту ну то есть он считает что у нас до сих пор пехотная мета и тут пехоту надо будет наворачивать а кто будет вражески т34 кижич так и грешки командир пулеметы ну вот не хватает пулемета на а вместо этого командиры было бы неплохо так все элитненькое такое прям смотрите очень эффективное здесь у нас карта не взята вот современный медь очень полезная вот эта карта тоже полезная чем того что здесь вот это два слота было вполне себе мог еще засунуть чего-нибудь но не взял кстати смотрите пак 43 но это он не взял потому что противник у противника нечем незачем ее использовать так вот это вот вот это вот это прикольно да c c b b a a офигеть он готовится что-то там сбивать невероятное флаги 43 в таком количестве лучше было в игре непонятно зачем нужна вот эта карточка но он готов потому что его будут бомбить меня бомбили травму что ли получил где непонятно зачем такое количество тут у нас тут у нас вот это вот не намете да и так иногда минометик battle фюрер зачем-то warframen и смф-мапка но в принципе стандарт по авиации на а взят истребитель на а взят кластерник на а взят истребитель fighter bomber да не взят вот эта карточка но зато взята вот это вот это 248 но не знаю насколько эффективен вот этот штурмовичок честное слово я бы вот это делал но он доступность уже слабая польза слабая да у него все-таки доступность более-менее ну не знаю но не знаю впрочем мешки мне тоже не нравится отвратительная штука не нравится и нравится несмотря на свою цену живучесть ну как-то не прям не очень ну а так поехали поехали в игру целом мне дека понравилось больше наверно уши на единственное что он с ума сошел зачем-то набрал такое количество того он то ли за двадцатку не играл то ли еще чем в общем это прямо на самом деле с ума сошел вот если сума по пехоте невероятное количество пехоты зачем столько я не знаю перематываем развертывание мне говорят что обычно это самая скучная часть когда я показываю как развертываются противники какие места они пытаются занять за что зацепиться на мой взгляд это самая интересная часть реплея то как развертываются противники как они собираются цепляться за карту откуда они собираются отталкиваться это вообще единственное что здесь важно потому что дальше в бою принципе решение менее осмысленные да там противники устают противникам приходится микрите они что-то еще делать когда они расставляются особенно в лиговых в лиговой игре когда не знаю что противник знает какие какая у них дека какая и сами знают деку противника да это вот очень интересно поэтому смотрим вестлер разъезжает легко такой быстроногий легкий кавалерист все у него хорошо никакой линейной пехоты всякой только муть здесь тоже никакой линейной пехоты что-то легко стрельцы десант тут у нас тоже стрельцы вот принципе довольно бесполезно генеметчиков немножечко панзершрек пюрер фига себе тут же отключил птс так не подразится подкалиберный почему он подкалибер отключил потому что собирается сражаться и ближнем бою хорошо сюда приехал фюрер погибать правильно парализация пару депутников центр центр мы можем и не удержать точнее шон не удержит до первой потери с этой стороны разворачивается более серьезно заметьте обе стороны практически не используют технику так очень легкую очень легкую первый бомбер летит на фюрера зачем если полное преимущество полное господство и он закупает авиацию не понимаю отлично стоит 88 если бы сюда вест не протащил игрушечку то фри забрал бесплатно атакует гренадерами такой гренадерами игрушечка стоит здесь да здесь вот шон больше серьезно относится к занятию точки но опять же не факт что возьмет и улетает шон агрессивно атакует да прям в его стиле какое количество здесь очков я не знаю но очков наверно 140 что ли это так 135 и они умирают бесплатно вообще ничего не сделал никого не убил до дыма закидал хорошо забежал все отлично все весело но извините никого не покалечил не берите огнеметчиков огнеметчики очень слабый боевой юнит они могут только защищаться вот сел где-то огнеметчик до здание в лесу рядом с ними поставили еще кого-то вот в этом случае они более менее вдвоем могут что-то сделать огнеметчик заставляет вражескую пехоту бегать кто-то там принимает урон вместо огнеметчиков отлично любом другом случае это плохо вот огнеметчик сел в здание да там мог настрелять гренадеров вполне себе мог сейчас надо остановиться гренадерами и потерять и цм стресс ну то есть восстановиться танк и десантник против рзат струппинов фюрер пошел лично перестреливаться в если контролит пытается забрать фюрера все правильно делать панзер f1 с выключенными и кумулями и а пешками сейчас это четыре мы сейчас врежет а не врезает полностью просран фланг честно говоря по ложке сейчас будут наказаны сразу же сюда заезжают укрепляться пехота линейная пехота до плюс сюда сразу же ей цирка пятка вы если делает все правильно что делает шон и я не понимаю это просто какой-то бред просто бред честно говоря гренадеры гренадеры флаг о чем думал шон прежде чем развертываться таким образом я честно говоря плохо понимать так один ирзац был уничтожен два остальных покусаны танк и десантник уничтожен ну вот хотя эта черта скорее всего отлетит от кумуля метка боль промазал второй уехал 4 здесь у нас приехал сорока пятка зачем но и сорока пятка игрушка зачем но так себе в если решает охренеть просто просто охренеть и по полю посмотрите он не защищается он не выставил правильно сорока пятку да он в атаку попер сразу же ну что-то прям не хватает мне кажется опыта вы если и если бы шон не делал дичь в принципе мог бы сейчас за это заплатить так что у нас здесь у нас здесь легкая бронегруппа которая сейчас заберет флаг ну то есть как бы о флаге он скорее всего знает да поэтому флаг сейчас заберет зачем ездил здесь panzer f1 я не понимаю в таком количестве здесь нужны обычные просто обычные стандартные 4 все зачем все это великолепный зачем пак 40 зачем ты так заезжает колонна заезжает авиация все правильно делает вестли обречен флаг просто обречен дальняя дистанция башки должны были доехать начать работать пушками пулеметами но и этого хватило похоже на огромные потери честно говоря вот можно было без потерь все это разобрать в если опять не хватает опыта да вот башки должны были ехать вперед и напрягать от этой 4 должны были стоять так мессер против я к як терпит тихонечко да тут купил под 40 но при этом был вынужден купить еще и вот эту штуку чтобы забомбить тяжелый лог летит бомбить як скорее всего летит шановский мессер его не собьет что у нас опять пак 40 стоит на позиции то есть шону нечем убивать этой четверки я правильно понимаю что за херня а победили-видели вели-видели-видели-видели-видели или или каков на Глеста лоптёжникам сбил лаптёжникам сбил днях лаптежника он сбил шон воздухе доминирует не контролит воздух пытается воевать снизу стрельцы прошли куда-то все погибло плохо держит ситуация у вас ты так себе честно он хорошо пробил все правильно сделал но потерял то вот сейчас сюда пробежит и есть на стреляет но толку то вообще выигрывает конечно в если потому что шон переоценивает панзер f1 да и пехота специализированная отстреливает здесь не специализированную линейную белок продолжает шуметь мессер делать ничего не может до развернулись они одинаково молодцы ну вот видите вот встречный курс шел и не работает это после последних патчей прям как беда то фока в лоб не работает то еще что вот я так понимаю они что-то изменили чтобы руки уже работали в лобовой проекции да вот чтобы они так не не рубили истребители но и истребители стали работать так же фигово так вся эта батарея была уничтожена здесь шон отбивается зачем-то он продолжает спамить рзацу труппинов я не понимаю зачем нужна боевая пехота который может настрелять противника не нужны трупы которые тут еще на потрясах бах шон ты когда последний раз играл честное слово вот странное что-то происходит летит и лог а нам нечем вылететь похоже да где лучшее в мире полу где флаг 43 нету и был непонятный флаг 88 здесь вместо него можно было здесь два купить ох хамски забежал стрелец просто хамски просто отлично да убьет не убьет на может и убить ах и успел сам зац контролит контролит нет недоконтролил вот видите в этой же ситуации и лог за счет меньшей скорости взял и довернул а вот истребители нет не доворачивает ну вот в этот раз тоже пострелял ночью ну это надо отводить упадет иначе и этого тоже надо водить тоже упадет а и лог будет продолжать летать и делать у меня такое ощущение что и лог это современный этот самый а десятый шон правильно сделал что не погнался главная проблема шона том что он терпит от вражеских т-34 это недопустимо просто недопустимо при том что он имеет абсолютное там сверх оружие пазики 3l имеет всякие там простые пазики до 4 но при этом постоянно терпит от вражеских вражеской бронетехники что происходит непонятно агнам обнаглевый лог он не ушел вывак скорее всего пытался добить и за что заплатил дпшники стоят да здесь там и тут дышка работает продолжает в если добегать кстати это главная его проблема что он в стационарной игре она вот уже более-менее фронт схлопнулся да стоит стационарный он в этот момент пытается вот такими этим проползать это может быть очень плохо потому что он теряет постоянно теряет что-нибудь надо уже переключиться и играть более более тактично бах промазал пак 40 но пак 40 сейчас будет уничтожен зачем вы если нужно убивать бесполезного панцер-конадера ты можешь выйти вот так вот этими товарищами на кромку леса ты будешь в лесу он будет в поле ты его застрелишь зачем тебе бомбить бомбить надо игрушку вот после того как игрушка свелась бы по стрельцам прилетел бомбанул этого этого бы убил и чувака вы все склопнулась по крайней мере ситуация была в разы хуже но вместо этого ты вылетаешь еще раз своими лками тех 2 по моему до 2 не 3 уже еще еще появились до фаза b так и разоступен и разоступен и перестрелка стрельца опять линейная пехота нормальная до нормальных позициях два против 1 р за просто настреляют шон решил что время для обмапки я не готов я не готов с ним согласиться у него здесь два танка и 2 р зац внутри я не читаю заряжаться там они хп ой 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 шон что ты делаешь надо маневрировать вот если не вовремя развернулся так был мог сбить час месерка вышел 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 элитный пак 43 тащить ближе но тут вот есть проблема что тут уже фига вражеской пехоты шон немножко проигрывает здесь у нас десантники здесь стрельцы принципе не все потеряно если шон перестанет аккуратить аккуратничать до позиция конечно идеальная пытается бомбить пытается летать в принципе одномоторными истребителями делать плохо в данной ситуации покупать вообще одномоторные истребители но это почти самоубийство эрзацами ты не толкнешь оборону вот бесполезно эрзацы это только как бы сказать фронт разведка под технику да вот сейчас что-то наделают потому что видите вот panzer f1 с его пушечкой скорострельный сюда вон настреливать довольно неплохо главное сейчас это для шона смеклить и застрелить самую ложку вот в этом случае сейчас будет все хорошо бах бах вот базик выводит вышел вывел ударов мапкой позиция отбита в принципе ровненько воюет вот panzer f1 долбанул разок и все по ложку сразу брат сам отлетела резаться вообще конечно стал сильно шон мне кажется не наигрывает достаточно без комментариев без комментариев базик 3n вот выключены да вот я вчера играл и не выключал первые несколько боев видно что шон курсе что надо выключать непонятно почему считает их настолько имбовыми сорокопятка заврала оба танчика она конечно стреляла скорее всего да свое но все же странно очень странно как вы можете заметить если использует невероятное количество пехоты и мало поддержки вся поддержка ему заменяет руки вот у нас есть из поддержки всякие пушечки сорокопятки да потом т3 сверки ложки и илки не пулеметов не игрешек просто нет башки часто катаются вот он любит легкие кавалерийские юниты заехать куда-нибудь большом количестве чем-нибудь вблизи стрелять но в принципе хорошая стратегия тоже так люблю против этого надо играть более аккуратно просто бах пазик 3n в такой ситуации оружие смерти не в правильного кинул надо было стрельца убивать тут главное опасный стрелец успеет 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 вот видите оп 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 до контролил до контролил молодец шон и лог кого и лог игрушку да ну вот идет эта шеверка которая пазик 3n час и разберет скорее всего надо як разбирать ой 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 высаживай флаг да и разворачивается вот развернулся хорошо под двумя флагами 43 сейчас у нас як и снеба бряк ну да вот як снеба бряк ну все сейчас сюда куда-нибудь пак 40 садите и все будет нормально гаишники на посту гайцы на посту тра-та-та-та-та-та-та мы везем с собой кота очень много паков 40 сороковых непонятно почему мне лично непонятно и какая-то проблема с убийством танков прям шону не достает он прям вообще сложности имеет убийством танков непонятно почему вы если видите катаются т-34 большом количестве так летим догоняем убиваем упадет не упадет упадет не упадет давай до свидания 1 2 да еще пушек больше нет честно говоря ситуация все хуже и хуже для высли но шон продолжает все терять в этом самом машинках я наконец-то приехал панзер гонадер разобраться с гайцами ты-34 приехал пазик забрал ну то есть пазик вот эти вот фугасные пазики они отличный юнит просто блин великолепный дешево стоит идеальные быстрые мобильные все хорошо проблем у них возникают при встрече с вражеским танков вот так и нету поэтому их можно покупать именно как дополнение к бронетанковому кулаку два обычных танка плюс пазик f1 все у тебя фугасная мощь у этой группы получается как у пяти танков наверное бах штурм пионеров надо кидать гранату идти вперед забирать но сейчас на покинуть две гранаты и подойти этого и выкурить чем проблема здесь тоже панзер гранатер ну кстати мне нравится как думает как вообще думает шон более-менее я понимаю его я вот на его месте не использовал барзатцев или поменьше бы их использовал и проблема с легкими техниками надо этих самых до 4 отстреливать не давать им возможность кататься как хочешь так с воздуха все закрыто мы покупаем получается уже 85 су 76 м для того чтобы работать по воздуху по артиллерии вот как бы вест ли для вас ли это большая проблема закрытый воздух для него большая проблема смотрите он тут 200 очков сразу вызвал чтобы подавить самое главное не подавит по охват ветки получил бомбой ну чё тут фланг-то обвалился и вместо того чтобы нормальные юниты вызывать артиллерию заказывает удивительно до 34 где-то черешки вышли на хорошую позицию сейчас будут работать спалились так сороковой папка но туда никто не пошел просто сдерживает да в принципе стационарный фронт явно на пользу идет шоу птс продолжает стоять шон недоконтроливает илок 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 не забрал не забрал идет атака что может взять шон вот этот флаг может взять легко вот этот флаг можете слегка и будет ровно по равням далее уже можно отбивать вот эти свои флаги чтобы тоже было неплохо ну и потом можно будет идти в атаку сюда но для того что-то идти нужно в папкам ну или warframer warframen 45 это черт с такой дистанции не заберет panzer гринадер неудачно неудачную позицию стоит вот эти четыре часа успеет кого-то нарезать бах еще и пак 40 стреляет вообще паку 40 всегда хочется из него пострелять фугасами вот сколько я себя знаю у меня прям рука дергается если фугасы не отстрелян да и как правило довольно быстро их отстреливают но нельзя стрелять фугасами паку 40 нельзя нельзя показывать человеку у противнику что у тебя здесь есть пак 40 начал стрелять из пака 40 ты его западил ну и вот дым и вперед ну а если свою пехоту поддерживает только ударами авиации все давай стреляй мне не нравится как играет в если честно говоря вот прям вот не нравится и все ай-яй-яй-яй-яй а А Весли-то, похоже, победил. Смотрите, у нас тут все упало. Здесь упало. Минус 2. Минус 2. Здесь флаг забрали. Ох, ровненько, да? Ровненько стало. Сюда надо оффмапочку положить. Давай. Где оффмапка? Оффмапка поехала вперед и забрала флаг. Прикольно. Шон пытается всеми силами забрать еще один флаг. В принципе, шансы на это довольно высокие. И если 45-ки не портят все, то шансы есть. Ровно стабилизировал. Опа, а сейчас шансов нет. А сейчас шансов нет, надо отмечать. Здесь сюда нужна бронетехника. И ее нет. Вот это надо атаковать. Летит бомбер. Да, с бомберами проблема. Их фиксобьешь. Гринадер рискует. Видите, линия фронта при приближении не изменяется. Значит, там очень много кого. Поэтому я бы не сделал так на месте. Шона падает у него истребитель. Две звезды, комбат, все дела. Трешеверка только одна. Противник и куча средств. Противник явно здесь сильнее. Здесь тоже его не выбить. Но мы чудом держим. Сталин приехал. Отлично. Да, вот сейчас здесь хлопнется все. Сталин приехал. Спрашивается, зачем? Зачем тебе, друг прелестный, Сталин? В данной позиции. Не понимаю. Так, перестрелочки, перестрелочки. Пазики. Триен. Шон, ты меня бесишь. Ну, шо это такое? Ну, зачем опять эти пазики Триен? Ну, блин. Да возьми тут обычные пазики. Блин. Ну, что ж такое тут-то? Ты че, проиграть собрался? Это он в Вестле, что ли? Нахрена тебе это? Зачем тебе? Не понимаю. Зачем тебе проигрывать в Вестле? Там Т-34. Ну, возьми тут нормальную позор четвертый. Да убей их всех. Там еще. Вот, вот. Вестле правильно делает. Танковый кулак из пяти танков. Вперед. Куча пехоты впереди себя гонит. Как я в детстве делает. Все правильно. С этим можно работать. Это хорошая тактика. Она работает во всех этих самых играх. Игра и в Ген Системс. Тут уже невероятные арт... А, это ПТшки дает. Вот я уже думал. Вот три он купил. И че? Целый, целый. Не умеешь работать. Не мучай петь. Не можешь петь. Не мучай спонсора. Вот сюда привези свои артиллерии. И спокойно забрал бы. Что ты делаешь? Зачем тебе вот эта фигня? Вот, может быть, вот эти сейчас приедут, сюда встанут и будут наводить арту. Так, здесь у нас Т-34-ки против Т-34-ок. Ну, вроде как более-менее, да. Здесь вот тоже надо сюда выводить, начать работать уже. Вот. И ему везет. Вот сейчас Весли сюда прыгает. И раз, два флага забирает. Может быть, даже три. У Шона все висит на соплях. Просто на соплях. Красиво. Надо выводить вперед, да. Но это тоже не позволит победить. Главное, что сейчас хлопнется вот эта точка, а потом вот эта. Как-то Весли потерял еще тут Т-34-ка здесь перестрелял. Да, ну да. Пазик-3-Н. Похоже, что он все-таки отлетит. Похоже, что он отлетит. Я не знаю, зачем он так сильно агрится на Илки. Да, Илки надо сбивать. Я согласен абсолютно, Илки надо сбивать. Но поставь ты еще один флаг-43. И все. Тебе надо, чтобы Илки падали. Это три флага-43. И нормально. В одном примерно месте три флага-43. И противник пяу-пяу-пяу погиб. В чем проблема-то? Красивого давят массой. Просто давят массой. Красивому нужны хотя бы какие-нибудь пушечки легкие. Для того, чтобы все это отстрелить. Зачем что он атакует вот так вот, я не понимаю. Кластерник летит. Куда летит? Не туда. Вот же, вот же, вот же красивый. Боится. Что он боится? Отходит. Последние секунды. Прыгнул сюда коспо-десантник. И флаг забрали. Бррррх. Один только потерял. Базик Терриен при этом работает хорошо. Он стоит в нормальной позиции. Пока не приезжает сорока пятка. И сорока пятка сейчас ему объяснит. везет им везет везет ничего себе вот смотрите а выключил он тут подкалибры зачем-то выключил подкалибры да все забрали выключил подкалибры так ситуация критическая сталина сейчас убьют что он увел его с позиции на которую мог работать поэтому сталина сейчас убьют подъехали су-76 они наводят арту на этот флаг и баба второй третий залп третий зал будет смертельный я думаю да бог все ты до этого стрелял весь бык отстрелял ничего не мог сделать учить его еще надо блин а ну чё поздравляю если с победой мне не понравилось как сыграл если шон сыграл лучше но непонятная любовь шона к пазиком 3m и вообще фугасным танком то есть битва изначально была битвы танков и пехоты у шона было и то и другое для победы и он не смог этим воспользоваться первое фугасные танки против т-34 не работают т-34 прямая контра всем этим фугасным танком это раз второе недостаточное использование по в если по использовал лучше да у него постоянно было немножечко по вот там 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 и он сбивал такие самолеты противника ну вот это главное почему уж он проиграл непонятный пуш вначале с этим флагом 88 вообще не понимая зачем его используют со старта он настолько уязвим флаг 88 это оружие которое надо использовать в середине игры имея инфраструктуру под него вот но вообще игра от если довольно сладенькая ладно давайте на сегодня все